На автодороге Хабаровск-Биробиджан в пяти километрах от Амурского моста в автокатастрофе погиб пассажир легковой машины, водитель которой врезался во встречный автофургон. Нарушитель и сам оказался на грани жизни и смерти. Эти кадры сняты примерно через 20 минут после удара. На месте ЧП разворачивается спасательная операция. Мужчина, сидевший за рулем Хонды Цивик, жив, но находится в неконтактном состоянии. У него тяжелая черепно-мозговая травма. Пострадавшего из автомобиля смогли вытащить довольно оперативно. С ним в машине не от ложки работают врачи. А спасатели продолжают скорбную часть своей миссии. Вырезают из смятой иномарки тело пассажира. Его останки прикрыты пеленкой. Настолько страшное зрелище представляет собой перемолотый ударом человек. Погиб он мгновенно, фактически лишившись головы. Труп извлекли, разделав седан словно консервную банку. Дальнобойщик, в машину которого врезал Салихач, пребывал в шоке. И от гибели человека, и от того, во что превратился тягач. Вольво – его личный автомобиль, который является единственным средством заработка и полным вложением имеющихся средств. С цепкой общим весом 25 тонн управлял житель Владивостока. Ехал на Алтай, доставлял 12 тонн рыбы. Ехал прямо на меня, конкретно, чисто тупо на меня. Я даже не совсем понял, как это все произошло, понимаете? Он мне убьет меня, выламывает мне колесо, но меня уже и по инерции уже стягивает на встречу. А примерно за сколько до удара вы поняли, что не избежать? Я вообще не ожидал. Он шел-шел, потом резко на меня и все. Слова водителя Вольво подтверждают следы на асфальте. В месте удара на дорожном покрытии остались четкие отметины. Судя по ним, пределов своего ряда до столкновения дальнобойщик не покидал. На встречную часть дороги, примерно на пол корпуса, выехал шофер легковой машины. Он мчался в сторону Хабаровска. Рисунок вождения был нервным. Попутные автомобили лихаче пережал сходу. Он обгонял, он уже там одного парень говорит, что он перед этой аварией уже, он там уже одного чуть не зацепил. Он обошлось. Ориентировочные сведения о личности впавшего в кому водителя Цивика удалось получить с помощью базы данных ГИБДД на стационарном посту на въезде в Хабаровск. Хозяином Хонды с хабаровскими номерами числится мужчина 51-го года рождения. Однако ездил на ней другой человек. Большое количество протоколов за нарушения, совершенные на этом автомобиле, выписано на имя 31-летнего горожанина, получившего права 12 лет назад. Лишался он их регулярно в 2010, 2012 и 2015 годах. Во всех случаях это был отказ от прохождения теста на трезвость. С большой долей вероятности можно говорить, что был пьян он и в этот раз. Врач скорой помощи, доставлявший пациента в реанимацию, отметил, что от него исходил запах алкоголя. С места происшествия Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. Денис Коршунов, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук.